Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В Самаре продолжается летняя здравительная кампания. Глава Самары Елена Лапушкина оценила работу детского лагеря «Волжский Артек». Отправили гуманитарный груз в ДНР и ЛНР. 400 единиц оргтехники скоро поступят в образовательные учреждения новых регионов. 10 конкурсантов разных национальностей продемонстрировали знания народных традиций. В городе состоялся финал конкурса «Суперневестка Самары». Молодежь выбирает ЗОЖ. Как организму вредить никотин и легко ли отказаться от курения? На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин. По его словам, сегодня Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли. Активно развивает логистику и географию сотрудничества. За первый квартал текущего года рост ВВП в стране составил 5,4%. Сегодня в России рекордно низкая безработица. В апреле она составила всего 2,6%. Также Владимир Путин предложил со следующего года ввести практику индексации пенсий работающим пенсионерам. В пленарном заседании принимает участие временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Федорищев. Промежуточными итогами работы самарской делегации на форуме стало подписание соглашения между Самарской областью и инвестором по сборочному производству полуприцепов на территории региона. Обсуждение проекта по догазификации области. Заключение соглашения в сфере здравоохранения с крупнейшей железнодорожной компанией. Обсуждение условий создания мультимодального логистического узла, который обеспечит открытие транспортного коридора новых транспортных маршрутов. В Самаре продолжается летняя оздоровительная кампания. В городе открыты 196 лагерей с дневным пребыванием при школах. Два лагеря палаточного типа, шесть загородных лагерей. Профильные смены посетят около 7 тысяч детей. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как организована работа в детском оздоровительном лагере Волжский Артек. Галина Топилина продолжит тему. В детском оздоровительном лагере Волжский Артек стартовала первая смена. Заезд посвящен году семьи. Здесь отдыхают более 350 детей. Есть отряд для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети отдыхают вместе с родителями. И кормят хорошо, прям достаточно. Кормят вообще. И вкусно. Очень разнообразие. Фруктов, всякие фрукты у детей. Все у детей есть. Мероприятий полно всяких разных. Дети не успевают даже, ну сами себе они не предоставлены. Важна-то и отличная. К началу сезона Волжский Артек претерпел большие изменения. Здесь провели капитальный и текущий ремонт спальных корпусов, столовой, центра творчества. Оборудован кинозал, обновлен летний театр. Возвели новый спальный корпус на 52 места. Комнаты оснащены современной мебелью, душем, санузлами. Особая радость для детей – новый современный бассейн на территории лагеря. По словам главы города Елены Лапушкиной, после посещения Волжского Артека остались самые приятные впечатления. Здесь совершенно точно душевное, очень внимательное отношение. Лагерь развивается, каждый год появляется что-то новое. Нравится то, что жизнь детей здесь наполнена. Что они не просто проводят время на воздухе, что они просто оздоравливаются, но они это время проводят очень интересно. Огромное количество мероприятий, подготовок к этим мероприятиям. В планах руководства лагеря на следующий год модернизацию продолжить. Построить новые спальные корпуса и адаптировать Волжский Артек для круглогодичного семейного отдыха. Галина Топилина, Константин Головин. События. Из Самары отправлен гуманитарный груз с компьютерной и оргтехникой в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Около 400 единиц мониторов, системных блоков и разных периферийных устройств будут переданы образовательным учреждениям пяти городов. Груз собирали волонтеры Центра по приему техники при поддержке регионального департамента информационных технологий и связи. Подробнее в нашем сюжете. Системные блоки, мониторы, клавиатуры, мышки, колонки и разнообразная оргтехника. Всего около 400 единиц. Все это скоро получат детские образовательные учреждения пяти городов в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Таков гуманитарный груз, который сегодня отправлен из Самары в новые регионы. С организацией поставки помогли члены общественной палаты Самарской области, волонтеры из Университета технологии и информации и специалисты областного департамента информационных технологий и связи. Передавая компьютерную технику, по сути мы обеспечиваем поддержку непрерывности образования, обеспечиваем доступ к современным технологиям, доступ к информации, которая есть в интернет, для детей, для детей из неполных семей, для малобеспеченных семей, которые по сути не имеют возможности или затрудненных приобретения той или иной компьютерной техники как таковой. Периферийные устройства в комплектах новые, а вот мониторы и системные блоки восстановлены, но полностью готовые к работе на самых высоких мощностях. Их привели в порядок сотрудники некоммерческой организации «Экокультура и технологии». Этой работой они занимаются уже около шести лет. Мы начали собирать, в какой-то момент подумали, а почему бы ее не начать чинить, а давать тем, кому она нужна. Ну, начали продавать сперва просто нуждающимся людям в организации, некоммерческие в основном были. А сейчас основные упоры – это, конечно же, детские учреждения и насколько можно доп. образование. С транспортным сопровождением груза также помогают добровольцы. Андрей Фандеев, владелец логистической компании, не смог остаться в стороне, когда узнал, что есть такая возможность помочь региону, где он прожил почти 27 лет. Во втором классе я переехал с Самары в Луганск. Это не чужой мне город. Я там все-таки провел молодость, юность. Есть приятные воспоминания. Конечно, хочется помочь со своим соотечественникам. Планируется, что технику доставят к середине следующей недели, как раз к празднику День независимости России. Андрей Горгуленко, Григорий Пришаков. События. Отказ от курения – тенденция, набирающая популярность. Если в 2009 году табаку употребляли 39% россиян, то в 2023 – 18%. Как никотин вредит организму и к каким врачам обратиться при отказе от сигарет, расскажет Елизавета Прокопенкова. По данным Минздрава, число курильщиков в России снижается с каждым годом. Если в 2009 году курили 39% россиян, то в 2023 году – 18%. Отказ от вредной привычки становится тенденцией как среди старшего поколения, так и у молодежи. Александр Захаров попробовал сигареты в 13 лет. Его затянуло, но несколько лет назад решил раз и навсегда завязать. Справиться помогла физкультура. Сейчас Саше 20, он активно занимается баскетболом. Вспоминает, что однажды просто поставил перед собой задачу – бросить курить. Еще и поспорил с другом. А дальше пришлось немного постараться. Первые две недели вообще самые тяжелые, наверное, были. Все постоянно курили везде, мне тоже очень хотелось. Я заменял… Например, мне хотелось пойти покурить, я банально тупо отжимался. Вместо того, чтобы покурить, просто отжался и все. По словам медиков, курение вредит всему организму, обостряет болезни, вызывает преждевременное старение, ведет к развитию онкологии. При отказе от никотина нужно позаботиться о восстановлении своего здоровья. Первое – нужно прийти к пульмонологу. Прийти к пульмонологу и сказать, я хочу проверить свои легкие. Все показатели. Это обязательно будут проверены только легкие. Будет приведена комплексная оценка, конечно же, за здоровье. И уже тогда, исходя из этого, можно разработать программу реабилитации. И тут, конечно же, в зависимости от возраста, от функциональных возможностей человека, можно разработать уникальную программу. По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление табака приводит к 6 миллионам смертей в год. Чтобы не оказаться в этом числе, стоит отказаться от курения прямо сейчас. Далее, коротко о других темах дня. В Самаре улицу Алматинскую в районе дома номер 72 перекрыли в оба направления для перекладки участка главного безымянского коллектора. На данный момент объезд осуществляется по территории автомобильного дилерского центра. Городской администрации отметили, что водителям большегрузов рекомендуется выбирать альтернативный маршрут. Сотрудники ресурсоснабжающей организации проводят подготовительные работы. С 13 по 26 июня на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Это связано с ремонтом первой тепломагистрали «Самарский ТЭЦ». Без воды останутся жители и организации в границах следующих улиц. Проспект Карла Маркса, Старозагора, Нововокзальная, 22-го порт съезда, Георгия Димитрова, Ташкентская, Фадеева. А также в связи с ремонтом тепловых сетей в Куйбышевском районе горячую воду отключат на улицах Пугачевский тракт, Грозненская, Бакинская, Придорожная и в Молодежном переулке. В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением холодной воды. Жители призывают соблюдать правила безопасности, не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, не оставлять в охранных зонах теплотрасс и вблизи люков автомобили. Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. В Госдуму внесли законопроект об установлении критериев качества биологически активных добавок. Согласно проекту, БАДы не должны содержать опасных для здоровья веществ, таких как пестициды, агрохимикаты, продовольственное сырье с добавлением кормовых добавок или отдельных видов лекарственных средств. Теперь медицинские работники будут назначать биологически активные добавки по показаниям и в соответствии с установленной схемой приема. Также за ними будет осуществляться контроль, аналогичный лекарственным средствам. Введут запрет на предложение о продаже запрещенных БАДов, в том числе через интернет. Уволиться вслед за руководителем готов только каждый шестой работающий. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы. В опросе приняли участие 1600 работающих экономически активных граждан из всех округов страны. В такой ситуации 17% россиян предпочтут покинуть компанию вслед за начальником. 48% респондентов увольняться вслед за руководителем не станут. 35% скорее останутся в компании. О готовности покинуть компанию чаще всего говорили люди до 34 лет. При этом мужчины активнее выражают свою готовность уйти из компании вслед за начальником. Среди тех, кто точно уйдет, больше всего юристов, менеджеров по продажам и медсестер. Не готовы уйти вслед за начальником экономисты, водители и администраторы. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, как они планируют семейный отпуск. Все должно быть обговорено заранее, как я считаю. Зависит тоже от финансов. Как говорится, готовь сани летом. Все спонтанно происходит. Далеко не выезжаем на природу, за Волгой, в лес. Собираемся и поехали. Чаще всего там, где еще не были. Время от времени возвращаемся там, где уже были. Например, в Кисловодске мы уже раза три были. В этом году опять возвращались туда. Можно и спонтанно абсолютно. То есть, допустим, если понравилось какое-то предложение, то взять билеты на самолет и улететь завтра. А можно спланировать заранее, месяца за три, выбрать отель, перелет, решить, что будем делать на месте, чтобы было интересно всем и в то же время не устать от отдыха. Исходя из расчета бюджета и общего свободного времени, также нужно обсудить то, кто о чем хочет заняться во время отпуска, куда хотят поехать и так далее. В целом, то бишь, обсудить пожелания по отпуску, возможности и так далее. Я думаю, наверное, надо решать совместно, чтобы не было разногласий, кому что где нравится. Мне кажется, у каждой семьи уже есть какое-то свое место, где они постоянно отдыхают и куда периодически тянет. Вот я так думаю. Все члены семьи высказывают свое мнение, пожелания и находятся в прикосновении, как-то вот что-то общее и выбирают. Я думаю, они должны планировать свой отпуск именно всеми членами семьи обязательно. Они должны его согласовать, даже с маленькими детками, даже если они умеют разговаривать. То ли это будет море, то ли это будут горы, то ли это будет наша замечательная Волга, то ли Турбаза, то ли другие места. Должно быть семьей все согласовано. Красота с национальным колоритом. В Самаре прошел финал городского конкурса «Суперневестка». На сцену вышли 10 участниц разных национальностей. Среди них были представительницы Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Яна Сталинакова родилась в Белоруссии. Участвовала в межнациональных конкурсах с 15 лет. В этом же возрасте переехала в Самару, где позже встретила своего будущего мужа. В браке Яна состоит 2,5 года. Недавно девушка решила поучаствовать в межнациональном конкурсе «Суперневестка Самары». Меня вся семья очень сильно поддержала, очень сильно мне все помогли. Мы все вместе готовили какие-то блюда, мы все вместе что-то делали, постоянно занимались, искали вместе мне платье, вместе готовили мне какой-то танец. То есть мне все помогали, вся семья, и это нас еще больше сблизило. Городской конкурс «Суперневестка Самары» проходит в четвертый раз. В этом году в нем приняли участие 10 девушек разных национальностей. Среди них были представительницы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Праздник организовали при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Большая благодарность нашей организации АКЖОВ за то, что нас поддерживает город, администрация города, конечно, потому что это большой стимул работать дальше, естественно. Это большой шаг для нас по развитию наших отношений внутри Дома Дружбы Народа, потому что все-таки все равно мы оттуда все шагаем и знакомимся. И поэтому, конечно, такая поддержка, ну это колоссально, дорогого стоит. Конечно, сами бы мы мало чего добились, и поэтому спасибо большое. На сцене конкурсантки показали любовь к своим народным обычаям, поделились рецептами традиционных блюд, дефилировали и танцевали в национальных костюмах. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, События В Самаре в детской картины галереи прошел концерт ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Мероприятие приурочили к Всероссийскому Пушкинскому дню и Международному дню русского языка. Какую концертную программу подготовили музыканты, узнала Полина Чурюкова. Звуки балалайки, домры и баяна. В детской картинной галереи в честь юбилея Александра Сергеевича Пушкина и Дня русского языка прошел концерт ансамбля народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Для зрителей прозвучали русские народные песни, композиции советской эпохи и аранжировки эстрадной музыки. Руководитель ансамбля Дмитрий Буциков также выступил сольно с фрагментом из авторского шоу «Театр одной балалайки». Мы никак не могли пройти мимо творчества Александра Сергеевича Пушкина. Он отображает дух России, сложность характера России. В этом весь Пушкин. Вместе с ансамблем на сцену вышел солист Самарской филармонии – баритон Вадим Зубков. Он исполнил роман с Рахманинова «Не пой, красавица при мне» и другие произведения. Замечательная группа, очень талантливые ребята. Это всегда было, есть и будет. Пушкин – это наше всего. Когда мы про Пушкина говорим, наверное, что-то вот такое к душе нашей, к русскому языку, к какому-то, не знаю, ДНК, можно так сказать. И это тоже вот что-то про нашу душу, наверное, про наше русское. Детская картиная галерея стала в день рождения Пушкина одной из основных площадок для проведения мероприятий. Здесь работали мастер-классы, прошел пушкинский пленэр, выступления студентов Института культуры. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Творчество Александра Сергеевича Пушкина вспомнили и в Самарском литературном музее. Там состоялся концерт преподавателей и студентов Самарского Института культуры с кафедры вокального искусства. Подробности в нашем сюжете. Для учащихся и педагогов Самарского Института культуры выступать на праздники в честь Дня рождения великого русского писателя уже стало традицией. В этом году для самарцев они подготовили специальную программу. На импровизированной сцене во дворе Самарского литературного музея прозвучали романцы и арии из оперы русских композиторов по мотивам произведений Пушкина. Отвернитесь, не глядите, так умильно на меня. У нас в программе Чайковский, ария Мария из оперы Мазепа, дуэт, также музыка Чайковского, дуэт Прилепа и Миловзора из оперы Пиковая дама. Также студент, наш выпускник четвертого курса, представит внимание публики Арию Онегина из оперы Евгения Онегин. И также будут звучать романсы на стихи Пушкина. Романс римского Корсакова и старинный городский романс. Студентка второго курса Елена Хмель выступает на сцене литературного музея впервые. В этом году она исполнила два произведения. Романс «Черный локон» Александра Гурелева и песню «Эсмеральды» Александра Варламова. Песня «Черный локон» Очень полнительно на самом деле. Я очень рада, что здесь нахожусь. Я родилась вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным в один день. И сегодня выступаю в честь него. Во время концерта для гостей литературного музея работала выставка картин самарских художников. В них можно было узнать персонажей из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Августина Охременко, Игорь Казановский, События. Выступления в Самарском литературном музее не заканчиваются. В честь юбилея русского писателя там прозвучали композиции в исполнении Самарского концертного духового оркестра. Смотрим далее. На закате дня во дворе Самарского литературного музея прозвучали музыкальные произведения в исполнении Самарского духового оркестра. Репертуар подобрали тематический, рассказывает музыкант Антон Чеботарев. Основным лейтмотивом стало творчество Пушкина. Мы исполним произведения композитора Свиридова на темы сказок и произведений Александра Сергеевича Пушкина. «Тройка» тоже Свиридова и, пожалуй, «Романс» тоже Свиридова. Такое красивое произведение, достаточно грустное и печальное, но, тем не менее, очень красивое. На сцене также прозвучала композиция «Полёт шмеля» из оперы римского Корсакова «Сказка о царе Салтане» по известному сюжету Пушкина. Для полного погружения в атмосферу вечера некоторые гости решили облачиться в наряды пушкинской эпохи. Они поделились своими впечатлениями. Мне вообще нравится всё, что здесь происходит. И нравится, что здесь как есть и поэтическая часть, и театральная часть, и музыкальная часть, и вот у нас презентационная была часть, и о моде пушкинской эпохи. И все искусства, и художественные тоже. И вот этим интересно. И очень понравилось, что очень много молодёжи, очень много детей. И вот то, что многие в цилиндрах ходят. И то есть вот Пушкин, он жив, вечен. Вот это вот всем очень приятно. Здесь шикарный слог у наших артистов, певцов. Шикарное дефиле, шикарные художники. И мы старались тоже сделать это мероприятие тоже очень замечательным, ярким, красивым, вкусным, сочным. Чтобы это было замечательно и любому возрасту. Вот, посмотрите, какая музыка шикарная. Только здесь. Августина Охременко, Игорь Казановский, События. Далее вас ждёт обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки информирует о работе телефона доверия. Обратиться по нему могут те, кто нуждается в психологической помощи. Общение с психологом происходит анонимно. Называть своё имя, фамилию и адрес никто не потребует. Звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный. Администрация железнодорожного района в своём телеграм-канале рассказывает о том, что управляющие компанией района приступили к завозу песка для детских площадок на придомовых территориях. В 39-й Самарской школе прошёл мастер-класс по дзюдо для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием, пишет телеграм-канал администрации Самарского района. Воспитанники спортивного клуба «Олимп» продемонстрировали школьникам основы японского боевого искусства и провели тренировку с элементами дзюдо. Эта же телеграм-страница рассказывает о том, как проходит борьба с размещением незаконной рекламы в районе. Студенты Самарского государственного колледжа, колледжа сервисных технологий и дизайна, Самарского колледжа строительства и предпринимательства, Самарского художественного училища, Самарского техникума кулинарного искусства прошли по улицам района и очистили от объявлений фонарной опоры, фасады зданий, водосточные трубы. Телеграм-канал администрации Кировского района пишет, что на территории района в качестве пилотного проекта запущена новая система фотофиксации нарушений. Кировский стал одним из первых, кому такой комплекс, передали коллеги из Воронежа. Комплекс умеет определять границы газона и фиксирует такие нарушения, как парковка на газоне. Фотоматериалы передаются в административную комиссию. Устройство записывает не только парковку, но и другие проблемные вопросы. Нарушение проведения земляных работ, отсутствие пологов на грузовом транспорте, сосульки на жилых зданиях в зимний период, наличие граффити и наличие препятствий вывозу мусора. Такие комплексы уже успешно применяются более чем в 20 субъектах нашей страны. Телеграм-канал администрации Красноглинского района напоминает родителям правила по уходу за зубами ребенка. Заботиться о здоровье полости рта ребенка надо начинать с самого рождения, а полезные привычки и ответственное отношение к сохранению стоматологического здоровья формируются в семье. Стоматологи рекомендуют приучать ребенка с малого возраста к регулярной чистке зубов, сократить сладости в рационе семьи и не забывать родителям следить за гигиеной и своей полости рта, так как кариес – это инфекция, которая может передаваться контактным путем. На этом все. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok